Я подумала, мы идём смотреть на Горилл, как сумму угораздило в планетарии. Но в момент, когда он появился передо мной на велосипеде, моё сердце просто растаяло. Остальное уже не имело значения. Главное, что он был рядом. Мы были близки в автобусе. Я так боялась, что он услышит моё сердцебиение. Не влюбилась? От допроса мамы мне стало слегка неловко. Но это не повод следить за мной. Где она? Я? Где она? Бог разрушил все мои планы. Кто ещё, как не он? Такси! Пожалуйста, следуйте за той машиной. Такси! Пожалуйста, остановитесь! Скорее! Давно я здесь не бывала. Припаркуй машину, пока я осматриваюсь. Хорошо. Пока. Что тут происходит? Господин, что это за рыба? Это король золотых рыбок из Японии. Ранчо. Тогда сколько стоят эти две рыбки? Недорого. 700 юаней. 700 юаней? Это слишком дорого. 400. Девушка, это ограбление при свете дня. 600 юаней. Ладно, тогда не надо. Я ухожу. Я ухожу. Это ранчо? Да, они из Японии. Сколько они стоят? 700 юаней. Ладно, я возьму их. Да, хорошо. Тётя, не покупайте их. Они нездоровые. А мне кажется, они хорошо выглядят. Я вам не вру. Зачем мне вас просить их не покупать? Я не могу позволить вам их купить. Моя семья тоже разводит рыбок. Правда? Спасибо. Простите, господин. Мне они не нужны. Спасибо. Они не нужны? Продайте их мне по более низкой цене. 400. Ни за что. Хорошо. Ни вам, ни мне. 500 юаней. Ну как? Хорошо, забирайте. Спасибо. Куда он делся? Девушка, разве это не те рыбки, которых вы мне запретили покупать? Он дал мне их бесплатно. Я... Эй, почему так поздно? Иди вперед. Эй, зачем принесла рыбок? Они для меня? Нет. Помнишь дядю, который в прошлый раз монтировал для нас видео? Он нам очень помог. Поэтому это небольшой подарок для него. А-а-а, так умно. Твой билет. Спасибо. Лейтон скоро будет. Отлично. Капитан, тебя ищет тренер. Что случилось? Я не знаю. Тебе надо срочно прийти. Тогда я схожу к нему. Стою в очереди, а я скоро вернусь. Хорошо. Пока. Су-му. Это правда ты? Я думала, я обозналась. Почему ты здесь? Привез свою маму. Маму? У моей мамы здесь лекция. А почему ты здесь? Да еще и с рыбками. Они похожи на тех, что были у дяди Гао. Подумала, они ему понравятся, поэтому купила. А где твоя мама? Вон там. Это твоя мама? А что такое? Бежим. Бежим. Профессор Шоу, вы здесь? Сюда, пожалуйста. Хорошо. Скорее. Почему ты убежала? Я уже встречалась с твоей мамой. Тетя хотела купить этих рыбок. И я тоже для дяди Гао. Пришлось ее обмануть, сказав, что они нездоровые. Ничего страшного. Просто объяснить с ней. Нет, первое впечатление очень важно. Это уже все равно не исправишь. Разве что с течением времени. Эй, а что ты делаешь в школе? Лиди получил два билета на автограф-сессию звезды бейсбола. Я пошла с ним. Ясно. Пойдем. Что опять не так? Моя мама здесь. Почему ты прячешься от своей мамы? Вчера она снова увидела нас вместе. Если она снова увидит нас, она неправильно поймет. Неправильно поймет? Хватит пялиться, пошли. Вчера она снова увидела нас вместе. Боже. Только тихо. Пойдем. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Суму! 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 Пожалуйста, прошу, садитесь. Клейтон! Клейтон! Да, наконец-то! Спасибо! Пустяки! У тебя есть какие-нибудь планы? Дальше нам не по пути. Мне нужно решить дела с командой. Хорошо, возвращайся. Я поищу свою маму. Тогда я пойду. Пока-пока. Пока! Она у меня! Я вас раньше не видела. Я очень часто живу за границей. А возвращаюсь сюда только по делам. А, ясно. Дети уже выросли. Такие родители, как вы, уже не могут уследить за ними. Мой сын с детства был очень независимым. Независимым? Это очень хорошо. Ты такой красивый. Ты уже нашёл девушку? Я слышала, у него уже кто-то есть. Так ведь? Правда? И какая она? Он стесняется рассказывать. Я её не видела. Но, судя по всему, она очень красивая. Красивая? Ясно. И милая. Милая? Что значит милая? Она даже просыпалась рано утром, чтобы приготовить ему завтрак. Рано утром? Это невозможно. Нет. Что именно? А, я просто вспомнила свою дочь. Она совершенно не такая. Она каждый день спит до 12. Постой-ка. Теперь всё ясно. Она просыпалась рано утром, чтобы приготовить ему завтрак. Вот почему наша дочь так отдалилась от нас. Она не рассказывала нам, когда влюбилась. Наша дочка выросла. Дай ей свободу. Она вернулась. Прекратим эту тему. Понежнее. Пап, я вернулась. Наша дочь вернулась. Куда ты ходила? На автограф-сессию звезды бейсбола. Разве я не говорила? Мам, что с твоими ногами? Твоя мама сегодня целый день бегала туда-сюда. Я решила пробежаться в нашем районе. А сейчас болят ноги. Бегала трусой. Ты же уже давно не бегаешь. С чего решила начать? Не твоё дело. И зачем тебе две рыбки? Я купила их для друга. Позже подарю. Не дари пока. У нас с твоим отцом ноги болят. Так что никуда ты не пойдёшь. Сделай нам завтрак. Продолжай. Делай свои дела. Ладно. Положи. Эй, Деде. Сделай маме массаж. Мам, я жива. Хорошо. Расслабляет? Мам, что с твоей кожей? Всё высохло. И морщинки. Морщинки? Что же делать? Не волнуйся. У меня есть новая маска. Сейчас принесу. Хорошо. Эй, Тянь. Что? Почему ты не сказал мне о моей коже? В моём сердце ты всегда идеальна. Что? Что ты сказал? Ты сейчас внизу? Привет. Поехали на остров. Сейчас? У меня сейчас есть дела дома. Приду позже. Хорошо. Буду ждать там. Хорошо. Увидимся. Мам. Эта маска потрясающая. Пока что поспи в этой маске. Когда проснёшься, все клетки кожи мгновенно пробудятся. Расслабься. 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 Спасибо. Прости. Я опоздала. Меня мама задержала. Ничего страшного. Пошли. Эй, а мы не собирались встретиться с дядей Као? Почему мы приехали на остров Большой? Вчера я ходил на фабрику, чтобы найти его, но так и не встретился с ним. Он живет на острове Больша. Тогда, может, возьмем лодку? Девушки отдыхают... Помогите! Господин, можно помедленней? С тобой все в порядке? Я в порядке. Теперь намного лучше. Где дядя Гао? Знаю только то, что он на острове Байша. Я не знаю точного места. Ничего страшного. Давай спросим у кого-нибудь. Дедушка, здравствуйте. Вы знаете человека по имени Гао Бо? Где он? Дедушка, я спрашиваю, знаете ли вы человека по имени Гао Бо? Знаете, где он? Этот дедушка, кажется, не может говорить. Прямо как ты. Если подумать, остров довольно маленький. Мы сами сможем его найти. Пойду поищу. Спасибо, дедушка. 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 Что это такое? Дедушка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Суму, подойди, посмотри. Так красиво. Надо сделать фото. Давай я сфотографирую. А ты знаешь как? Вот, сделай красивый кадр. Ты уже все? Да. Дай взгляну. Дай взгляну. Дай взгляну. Эй, ты бегаешь? Да. Кстати, а здесь поблизости есть рынок? Да, но довольно далеко. Лучше поезжай туда с сыном. Его нет дома, он уже уехал. Можешь добежать туда, заодно позанимаешься. Ничего страшного нет. Позже будет шторм. Забери с балкона вещи. Шторм при такой погоде? У тебя ревматизм? У меня нет ревматизма. Я просто специалист. Специалист в ревматизме? Не суть. Просто поскорее забери вещи. Скоро пойдет дождь. Ладно. Спасибо. Пока. Люди с ревматизмом довольно аккуратны. Пора за вещами. Эй, Деде. Должна признать. Твоя маска очень хороша. Деде. 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 Боже. Все еще чихаю в такой жаркий день. Кто-то думает обо мне. Ох уж, это моя привлекательность. Почему этот остров такой большой? Мы его долго искали, но безуспешно. Такое ощущение, что мы весь остров обошли. Мы прошли всего ничего. Только одну треть пути. Откуда ты это знаешь? На карте есть линии широты и долготы. Разница в широте 111 километров. А каждая разница в градусах, соответственно, 111 умножается на 3. Я говорю, что на разных широтах разница в один градус делает фактическое расстояние неравным. Так что нам нужно посчитать... А если короче? Мы сможем найти дядю Гао? Думаю, он не живет здесь. Местные сказали, что никогда его раньше не видели. Пойдем туда и посмотрим. Туда? Сколько тогда добираться? Около часа. Около часа? Я так хочу пить. Есть кто? Привет, есть кто? Тут есть кто-нибудь? Возьми. Так, хорошо. Что ты делаешь? Разве ты не сказала, что это хорошо? Эй, ты тоже попробуй. Два юаня за бутылку. Четыре юаня за две. Тетя, вы знаете человека с седыми волосами, любящего выпить? Здесь все любят выпить. У меня только что купили пару бутылок пива. Вот и они. Похоже, это дядя Гао. Пойдем посмотрим. Спасибо. Дядя Гао. Что с тобой? Каждый раз, когда я с тобой, мне вечно не везет. Это все твои их рук дело. А кто просил тебя внезапно подкрадываться к людям, не удостоверившись? Если бы не я, тебя бы уже давно избили. Ты спасаешь меня каждый раз, потому что я тебе нравлюсь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok